Дорогие коллеги, друзья, мы постараемся с Женей коротко рассказать о многом. Поскольку у нас среди спикеров подавляющее большинство представителей Московского университета, то я, наверное, как вы уже помните, представляю химический факультет МГУ, но расскажу немножко о вещах, совсем не связанных с университетом, поскольку в продолжении и завершении нашей такой небольшой экспертной сессии будет выступать Женя, и у нее там будет именно про общеуниверситетский фактически опыт ведения научной деятельности, организации, все, что с ним связано. А я немножко вам расскажу, наверное, общих вещей для понимания, как мы вообще пришли к жизни такой, к этому мероприятию вообще, какие основные тренды в организации науки для молодежи, молодежи в науке были у нас за последние годы. Почему это у нас актуально? Ну, наверное, все вы видели на странице мероприятия среди партнеров, организаторов такую организацию с длинным названием «Координационный совет по делам молодежи в научно-образовательных сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию». Наверное, все видели, да? Кто знает, что это такое? Ну вот, не так много, да, хотя это, получается, один из основных организаторов этого мероприятия. Я как раз немножко расскажу о том, как начиналась деятельность Координационного совета и почему она важна, особенно в организационном плане и в том смысле в тех дискуссиях и обсуждениях, которые ведутся сегодня и вырабатываемых решениях, которые мы хотим получить по итогам этой школы. Недавно назад, около 10 лет назад, стала потребность, ну и актуализировалась вопрос про молодежь в науке по разным причинам, сейчас мы не будем их касаться. И стало понятно, что не то, что какие-то там детали организации, там студенческих научных обществ, советов молодых ученых, а на какие-то базовые вопросы нет ответов. Типа, а вот сколько их молодых ученых в России? 10 тысяч, 20, 100, миллион. Вот если, например, мы сейчас объявим о какой-нибудь программе поддержки молодых ученых, там, студентов, занимающихся наукой, размером, там, столько-то миллиардов, не знаю, миллионов рублей. Это много или мало? На какую цифру делить, чтобы понять, сколько каждый получит? Это достаточно, нет. То есть даже таких базовых вещей не было информации, чтобы вообще посчитать, от чего толкнуться. И, собственно, для того, чтобы, ну и, в первую очередь, для руководства государства появился какой-то инструмент для поиска ответов на, сначала такие базовые вопросы, потом всё дальше и дальше, появилась идея создания в рамках президентского совета по науке и образованию, который, наверное, тоже многие знают, что есть президент у нас, да, у него разные советы и комиссии при нём по разным направлениям деятельности государства, которые ему советуют, как лучше что-либо делать. Ну, не лично бывает ему, там, а администрациям, министерствам. Есть совет по науке и образованию, тогда он назывался по науке и технологиям образования, ну, это такое изменение небольшого функционала. И в этот совет входят уважаемые маститы учёные, академики. И стало понятно, что, конечно, академики это хорошо, всех уважают, но для того, чтобы понимать молодёжь, с ней общаться и развивать, нужно, чтобы в этой структуре были люди по возрасту близкие к объекту, так скажем, изучения. И в 2007 году был создан данный Координационный совет с длинным названием. Если что, то будет просто говорить «Корссовет» или «Координационный совет», чтобы его не повторять. Базой для создания данного Координационного совета, а фактически он является таким главным советом молодых учёных в стране, общегосударственным советом молодых учёных, этот Координационный совет. было базой три организационных структуры. Это Российская Академия наук, Оргкомитет Международного молодёжно-научного форума Ломоносов, про который Евгений ещё расскажет, и частично Российский Союз молодых учёных, который быстро достаточно отпал, казалось, что не очень жизнеспособной организацией. В 2007 году Координационный совет был создан, и, собственно, одни из основных задач и проектов, которые были запущены и реализуются на данный момент, они являются, наверное, в том числе и тем, чем мы занимаемся здесь, на этой школе. А именно были поставлены задачи, и они реализуются. То есть, почему Координационный совет – один из основных организаторов мероприятия. Это, а, организационное сопровождение, вовлечение молодёжи в науку, работы молодёжи в науках. И то, что, кстати, мы вчера, по крайней мере, обсуждали в той групповой работе, в которой я был, это развитие коммуникаций различных уровней – горизонтальные, вертикальные, внутри сообществ, между сообществом. То есть тогда это был уже бумы социальных сетей, интернет стал доступен каждому. И, соответственно, начали запускаться именно различные проекты, которые сейчас там кажутся абсолютно очевидными. Да, но 10 лет назад это было не совсем так. Для всевозможной коммуникации между людьми, между людьми, между сообществом, между университетами, поскольку стало ясно, что это является одной из ключевых точек, одним из ключевых моментов вообще развития данной работы по вовлечению молодёжи в науку и развития самого научного сообщества. Был создан и сейчас реализуется большой проект, я не буду о нём потом рассказывать, это создание национальной информационно-алитической системы поддержки научной, образовательной и инновационной деятельности молодых учёных и специалистов России, с такими длинными названиями, сокращенно НИАС Молодой учёной России. Кто заинтересуется, вы можете почитать подробнее об этом на сайте «Президент России молодым учёным-специалистам», который сам является частью этой системы, является официальным порталом Координационного совета, там всё это подробно описано. И одним из элементов этой сети является портал «Ломоносов», про который, наверное, многие знают, по крайней мере, те, кто участвует в мероприятиях форума «Ломоносов», но про которые тоже Евгений кратко расскажет, когда мы перейдём, собственно, к сегодняшней ситуации. И, опять же, подводя, как бы, канул к сегодняшним нашим делам, первое, с чего начал Координационный совет, одно из своих таких организационных форматов работы, было как раз воссоздание различных систем работы с молодёжью, вовлечения молодёжи в науку. В первую очередь сначала это принялись за Советы молодых учёных, то есть немножко так сверху, то есть за более старшее поколение. И в 2008-2009 года была создана Всероссийская сеть Советов молодых учёных и специалистов разных уровней, Координационный совет на уровне федеральных округов, регионов, вузов. И, скажем, учреждено такое традиционное мероприятие, некоторые из восточных на нём были, которое ежегодно проводится на базе Национального советского ядерного университета МИФИ, это Всероссийское совещание Советов молодых учёных и специалистов. То есть создана такая инфраструктурная система, когда существует Советов молодых учёных, как-то прописанный функционал после определённого обсуждения, созданы системы формальные и неформальные, их взаимодействие и диалога, и создана ежегодная площадка, это совещание, которое проводится традиционно в начале октября в МИФИ, ежегодная площадка для постоянного общения, обмена опытом, актуализации информации, в том числе диалога с руководством нашей страны, бывали встречи с президентом в рамках данного совещания, и система так или иначе функционирует и развивается. Соответственно, потом стал вопрос, хорошо, как-то Советов молодых учёных условно возраст 25-35 пустили в работу, и остались у нас в том числе более младшие поколения, тот возрастной промежуток, который находится обычно в зоне ответственности студенческих научных обществ, студенческих конструкционных бюро, то есть студенческих, может быть, аспирантских научных объединений. Как оказалось, здесь ситуация гораздо более разношёрстная. Система работы с научной молодёжью, с студенчеством в разных вузах построена очень по-разному. Если касаться опять Московского университета, коллега рассказывал про факультеты наук и материалов, я, если так немножко обобщить, могу сказать, что у нас в МГУ можно разделить факультеты на две части. Это естественно-научные факультеты, МИХМА, физические, химические, наукоматериалы, биологические и так далее, на которых нет студенческих научных обществ, и, в принципе, они там не требуются. И есть гуманитарные факультеты, где, собственно, данные студенческих научных общества успешно существуют, развиваются, функционируют совместно с советами молодых учёных. То есть даже в рамках одного вуза, такого большого и научного, как Московский университет, ситуация разная. И где-то примерно с 2011 года стала задача, в том числе под видой Координационного совета, созданная система советов молодых учёных специалистов, начать работу по выстраиванию той или иной системы работы со студентами, студенческих научных объединений в разных их пониманиях, формах возможных реализаций. Наверное, я не буду совсем подробно останавливаться на этапах, как говорится, этого пути. Был и запрос к президенту нашей страны актуализации данной деятельности, создание тех или иных всероссийских координационных структур по работе со студенческими научными объединениями, по где-то их созданию, где-то интенсификации работ, актуализации, по созданию единых диалоговых площадок. Возможно, на примере всероссийского совещания с этим молодых учёных специалистов, где можно было бы в ежегодном, а может быть, раз в два года формате встречаться и обмениваться опытом, развивать эту систему. Это я оставлю для Евгения, поскольку он об этом расскажет именно то, что сейчас происходит. Ещё один такой момент интересный и постоянная дискуссия, которая ведётся, и она, наверное, здесь тоже постоянно ведётся, вот студенчики научные общества и те же Советы молодых учёных, что это, кто там должен быть, кто им должен заниматься, кто их должен возглавлять. То ли это должен быть какой-то там хороший учёный со статьями, выступающих на конференциях, либо это должен быть организатор. Наверное, многие из вас постоянно сталкивались с такими вот точками зрения. Давайте, даже интересно, проголосуем. Кто за то, что студенчики научного общества, организацию, должен возглавлять именно учёный? Поднимите руки. Чё-то? Ну, именно студенты. Студенты, кто там должен быть? Студенты, которые сами занимаются наукой, там, публикуются. Ну, хорошо. А кто за второй точкой зрения, что это должен быть в первую очередь организатор, который организует деятельность? Ну, тоже. Ну, в общем, мнения разделись примерно пополам. Давайте мы не... Я вот поэтому сказал, что дискуссия существует. Да. Ну, в целом, оно так и происходит. Вот. Я просто задал достаточно такой провокационный вопрос, поскольку так или иначе он всегда возникает. Но я просто почему эту тему поднял, поскольку я, вот как бы, по опыту могу сказать, что, в принципе, на самом деле, вот здесь предмет для дискуссии не существует особо. Вот. Поскольку, может быть, и так, и так. Главное, чтобы человек понимал, что он делает, зачем, и, соответственно, умел коммуницировать с людьми и развивать ту тему, которой он занимается. Поскольку это, вот, говорю, что... Не то, что часто бывает камнем прикновения, но просто мы имеем вот разные примеры эффективных студенчатых научных обществ, которые функционируют совершенно разными руководителями. Вот. Возьмём мы пример, например, Башкирский государственный университет. Там студенчатый научное общество возглавлял до недавнего времени Константин Сафронов, наверное, тот из вас знает его, у которого на пятом курсе там уже публикации было достаточно для докторской диссертации, даже там уже с запасом. Вот. И есть примеры, когда такие организации, в первую очередь, возглавляют люди, которые интересно это организовывать, ну-ка, естественно, сами понимающие, что такое наука. И поэтому, вот, в этом плане, вот, на протяжении того большого пути, про который я рассказывал, там, организации и сети советов молодых учёных-специалистов, обсуждения тематики СНО, вот, этот вопрос периодически возникает, но, как показывает практика, что в целом, говорю, что главное, чтобы, говорится, человек был хорошим, в том смысле, чтобы он сам прекрасно понимал, зачем он это делает, что делает, имел коммуникативные навыки и умения для развития, собственно, научной тематики. Ну, и, как я сказал, что примерно с 2011 года у нас тематика построения системы студенческих научных обществ, их развитие в вузах актуализировалось, на разных уровнях так или иначе она прорабатывалась, я имею в виду, уровнях административных, и на различных студенческих площадках. Наверное, одно из таких ключевых, это были Всероссийские студенческие форумы 2013 года в Санкт-Петербурге, где эта тема была, наверное, одной из ключевых, была большая дискуссия, студенческие научные общества на тот момент существующие, съехались там практически из всех регионов нашей страны, большое количество вузов было представлено, для того, чтобы договориться, как, собственно, живём и развиваемся дальше. Были жаркие дискуссии, на самом деле, разные точки зрения, но так или иначе данная система сейчас развивается под эгидой Координационного совета в рамках Всероссийского клуба молодых исследователей, наверное, вы тоже видели его в качестве одного из организаторов данного мероприятия, и уже, так сказать, подводя к завершению моего выступления и плана, передавая слово Евгению, который расскажет о ситуации нынешней, о, так сказать, взглядах в будущее, хочу просто сказать, что вот эта деятельность, в том числе и школа, которая сейчас у нас проходит на базе Сколково, это элементы достаточно большой работы, которая ведётся на протяжении определённого времени в нашей стране, и здесь она тоже не заканчивается, в течение этого года предполагается целый ряд мероприятий по развитию тех, надеюсь, существенных наработок, которые будут сделаны по итогам школы, различные мероприятия в разных регионах нашей страны, думаю, что Евгений покажет примерный график, что будет, и призываю всех, как говорится, подключаться к этой работе, поскольку я вижу, что здесь присутствует, с одной стороны, действительно представитель, ну, по крайней мере, подавляющее большинство ведущих вузов нашей страны, федеральные, национальные исследовательские, крупнейшие вузы в своих регионах, но даже в этом сообществе очень пока что разнородная ситуация, вот, а что же говорить, если мы подтянем все остальные вузы, которые так или иначе интересуются этой тематикой. Поэтому работы много, до той стройности, которая примерно хотя бы имеется в плане Советов молодых учёных, студенческих средств ещё очень далеко, такой единой площадки очной, ну, по факту пока единой нет. В плане информационных коммуникаций такие площадки создаются, тоже Евгений их покажет, вот, помимо там портала Ломоносов есть ещё ряд информационных ресурсов, которые развивают коммуникационные и коммуникативные возможности для организаторов студенческой молодёжной науки. Поэтому я вот завершаю такую свою общую организационную часть, просто призываю всех настроиться на то, что вот эта школа, в которой мы все участвуем, вырабатываем тельные решения, это только один, может быть, важный, ключевой, но один из шагов в достаточно серьёзной работе, и приглашаю всех к ней присоединиться на протяжении этого года, следующих, кому как будет интересно, чтобы не просто вот здесь собрались, поговорили, познакомились, разъехались, а всё-таки довести, вот, может быть, те проекты, те идеи, которые мы здесь заложим до конца. Вот, внедрить в вузах, внедрить в других вузах, построить коммуникационные связи, и всё это действительно заработало. Спасибо за внимание.